Добрый вечер, в эфире телеканал АЖТСУ. Время новостей. С вами Азаджумаханов. Все 135 пассажиров, прибывшие из Объединенных Арабских Эмиратов в Талдыкурган, проверены на коронавирус. Проведенные экспресс-анализы дали отрицательный результат. Информацию уже подтвердили в Министерстве здравоохранения и пресс-службе Акима Алматинской области. Но все они, несмотря на это, все же будут находиться на карантине. О состоянии казахстанцев, прибывших из Эмиратов, смотрите в следующем сюжете. Борт сообщением Шарджа Талдыкурган приземлился в областной центр 11 апреля в 21.30 по местному времени. Для встречи пассажиров были мобилизованы санитарные врачи, пять карет скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов. По поручению Акима области на месте создан специальный штаб, который возглавил первый заместитель главы региона Лязад Турлашев. Весь багаж прибывших тщательно продезинфицирован, а все 135 пассажиров прошли процедуру телеметрии, который показал, что температура у всех удовлетворительная и жалоб на здоровье нет. После прохождения всех процедур в аэропорту, пассажиры рейса, пересев в автобусы, в сопровождении полиции были доставлены и размещены во временные стационары в Талдыкургане и Текили. Мы делали все возможное, чтобы быстрее попасть в Казахстан, домой к своим родным. Почему именно в Талдыкурган? Это самый главный вопрос. Мы не выбирали город, нам каждый раз его меняли. Сначала мы должны были в Чемкент поехать, потом в Павлодар, потом в Кызылорду, потом в Алмату. И вот на сегодняшний день нас привезли в Талдыкурган, но сейчас мы находимся в Текили, в санатории. 45 прибывших пассажиров разместили в одной из гостиниц Талдыкургана. Остальные 90 были отправлены в город Текили. Большому счастью, анализы на коронавирус у всех оказались отрицательными. В период пребывания в нашем регионе для наших соотечественников по поручению Акима области созданы все условия для комфортного проживания на время карантина. Предусмотрено пятиразовое бесплатное питание и консультация врачей по различным вопросам. В общем, по завтраку у нас творог, каша, кисель. В общем, у нас тут и обед уже, салат, суп. Очень вкусно выглядит спагетти с тетельками. Все очень классно, супер. Состояние всех казахстанцев оценивается как стабильное. Жалоб со стороны граждан нет. Ситуация находится под личным контролем Акима области. Ежедневно за прибывшими пассажирами проводится медицинское наблюдение двукратно в день. То есть их осматривают на наличие признаков гриппоподобных заболеваний с измерением температуры тела. Состояние у всех нормальное, без каких-то признаков заболевания. Теперь, сегодня истекают вторые сутки, как они находятся здесь. Сегодня и завтра будет осуществляться транспортировка их до мест прибытия. Специальными выделенными автобусами их отправят до места прибытия без остановок. По словам специалистов, все пассажиры этого рейса предварительно провели две недели в карантине перед вылетом. И по прибытию домой также пробудут еще 14 дней на карантине в инфекционных стационарах по месту жительства. В Алматинской области на сегодня зарегистрирован уже 21 случай заболевания коронавирусной инфекцией. 9 из них выявили в минувшие сутки в Имбекши-Казахском районе. Сейчас 4 дачных массива закрыли на карантин из-за COVID-19. По согласованию с областным штабом, на карантин закрыты Алтын-Адам, Куксай, Алтын-Алма и Береке. Сообщается, заболевшие жители контактировали с одним из ранее зараженных. Все это время они находились на карантине в провизорном госпитале. Результаты тестов на COVID-19 впоследствии оказались положительными. Постановление о карантине принято главным санврачом Инбекши-Казахского района. Мобилизованы службы, которые обеспечат строгое соблюдение режима карантина. По поручению Акима области составлен список жильцов, которые будут обеспечены продуктовыми корзинами и полным спектром необходимых услуг. Введенный карантин носит жесткий характер. Никто не должен выходить из данного массива и входить. Для обеспечения этого мероприятия были установлены три блокпоста по периметру дачного массива. Кроме этого, во избежание нарушения вырвана кольцеобразный котлован вокруг четырех дачных массивов. Это позволит обеспечить безопасность, чтобы люди не имели доступа к внешнему периметру района. Это была вынужденная мера, так как были случаи, когда зарегистрированы, что люди хотели самовольно покинуть дачный массив. Установлен пеший патруль. Более 10 тысяч человек обеспечат продовольствием в Алматинской области. Безналичную помощь оказывают волонтеры в рамках Единой республиканской акции «Безбергемес». Общественный фонд «Безбергемес» был создан 20 марта текущего года по инициативе Ельбасы для оказания помощи социально уязвимым слоям населения в условиях пандемии COVID-19. В фонде накапливаются средства тех, кто хочет и может помочь своим согражданам в этот непростой период. Так, благодаря поддержке бизнесменов Алматинской области, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны переданы продуктовые наборы. «Мы поддержали инициативу Ельбасы и Касымжумарта Тукаева. Каждый из нас в это тяжёлое время должен стремиться поддерживать друг друга. Поэтому мы помогаем нуждающимся и будем продолжать это благое дело. Только общими усилиями можно справиться с трудностями». В эти дни волонтёры навестили около 10 многодетных семей, а также людей с инвалидностью. В развозке продуктов участвовали и автоволонтёры. «Я одна живу, воспитываю четырёх детей. У меня самая маленькая младшая дочка, инвалидность с детства получает. Спасибо этому волонтёру. Мы пришли в такую ситуацию, как ЧП сейчас в стране. Спасибо огромным, продуктами помогаете». «Я воспитываю восьмерых детей. Мы многодетные мамы. Сейчас общаемся по WhatsApp, по телефону. Вот мне подсказали, продиктовали номер волонтёров. Я позвонила буквально вчера. А сегодня уже привезли продукты. Спасибо большое, конечно. Большая и неожиданная помощь моей семье. А главное – вовремя». Обращаться за помощью можно круглосуточно по телефону колл-центра Талдыкурганского штаба волонтёров. Его специалисты оказывают также медицинскую, правовую и другие консультации тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. «Сегодняшнее мероприятие организовано Управлением по вопросам молодёжной политики и представителями волонтёрского движения. Благодаря помощи спонсоров-бизнесменов на сегодняшний день благотворительностью в городе охвачено порядка тысячи человек. По области же планируется оказать поддержку около десяти тысячам граждан». Как отметил в своём профиле в Твиттере Касынжо Мартакаев, труд волонтёров отражает лучшие моральные качества нашего народа. В свою очередь добровольцы Алматинской области ведут благотворительную деятельность по нескольким направлениям. Это доставка медикаментов хроническим больным и одиноким пожилым людям, развозка продуктовых корзин, пошив защитных масок, а также информационная работа по профилактике заболевания COVID-19. Евгения Присяжная, Абылай Кутыкбай, телеканал ЖТСУ, Талдыкурган. Безбергемес. Следуя общереспубликанскому девизу, волонтёры из города Текили работают в режиме нон-стоп. Никого не оставим без помощи, резюмирует добровольцы волонтёрского движения «Лидер КИЗ». Благо неравнодушные граждане и спонсоры сами выходят на связь, предлагая посильную финансовую поддержку. Так, на пожертвования меценатов закупаются продуктовые корзины, а также средства индивидуальной защиты. В списке получателей многодетные и малоимущие семьи, а также одинокие граждане. В минувшие выходные инициативная группа волонтёров, а также представители татарского культурного центра «Туган-Тел» посетили порядка 20 адресатов, а средства спонсоров приобретены макаронные изделия, мука, подсолнечное масло и многое другое. К слову, полсотни текилийцев уже обеспечены продуктами и товарами первой необходимости. Большинство получателей выражает искреннюю признательность как волонтёрам, так и спонсорам. Во многим, благодаря помощи этих ребят, мы держимся в это непростое время, говорят они. Волонтёрам, кто оказывает всем помощь, благодарю всех-всех, искренне благодарю, спасибо вам огромное, что вы нас не оставляете. Это вся информация к этому часу, встретимся в 21.30. Редактор субтитров А.Семкин